добрый день сегодня мы с вами сделаем аккорд шнур для того чтобы сплести затем ремешок который можно использовать в разных изделиях но я использовала в своей сумке торби которая известна под названием мочила мне попросили снять более подробное видео и пожалуйста вот оно для того чтобы сплести изделие определенной длины нам нужно заранее знать эту длину и использовать пряжу нужном количестве сейчас будет видео такое учебное поэтому длина моих ниточек не будет соответствовать нужной длине для вашего например плетеного ремня существуют разные техники я научилась делать такой шнур из двух нитей вернее ниточка будет одна но она таким образом будет скручена что будет казаться что из двух шнурочков для плетения 50 сантиметров пояса нужны будут в размере около трех метров конечно с линейкой пряжу измерять не нужно можно делать так что один размах вашей руки когда мы руки вот так раскрываем где-то как раз более 1 метра ну плюс минус до полтора метра поэтому для измерения нужно нам длины я взяла два размаха своей руки и у меня получилась ниточка я ее уже приготовила около трех метров примерно но так как сейчас будет пробный урок поэтому я сделала приготовила ниточку покороче прям ну буквально совсем малюсенькую что же в итоге у нас получится примерно вот такой вот шнурочек но это я его так сделала наспех он конечно не совсем проработанный слабенький но смысл понятен да что у нас по итогу должно получиться вот такое плетение скрученный такой шнурок чем лучше он скручен тем крепче будет плетением и так что нам пригодится мы отмерили нужно ниточку нужно нам длины для урока она у меня здесь очень коротенькая вы делаете длину нужную для вашего изделия и складываем ее ровно пополам петелька и хвостики ровно пополам сложили и ищем дома какой-то предмет за который можно подцепить вот эту петельку когда я плела свой ремень то я прикрепляла к ручке комода уходила в дальний угол комнаты потому что нити эти длинные у меня были очень очень длинны но при скручивании они становятся все короче короче но в общем суть в том что нужно прикрепить к чему-то эту петельку и чтобы можно было потом ее легко снять она будет очень там за затягиваться но чтобы можно было легко снять то есть какая-то круглая ручка может быть о какой-то выпуклый уголок дивана но здесь у нас настольный теннис так сказать поэтому я приготовила птичку так я буду использовать птичку и убираю как можно дальше ниточка должна быть в очень хорошем натяжении убрать и затем мы берем эти кончики петелька натянута на птичку до или на какой-то другой упор у вас в комнате важно сейчас мы будем скручивать скручивать только в одну сторону кладем ниточку между ладонями и мне удобно скручивать так то есть вот право ладонью провожу сюда то есть скручивание идет вправо вот так раз не выпускаем как только вы отпустите ниточку она все улетит от вас и распустится нужно будет закручивать заново придерживаем скручиваем очень сильно крепко вот она будет уменьшаться в длине укорачиваться сейчас немножечко подвину прям долго долго крутим я себе насчитывала где-то примерно 20 скручиваний не меньше но в принципе визуально будет видно визуально будет видно что происходит с нашими двумя ниточками пряжи она должна быть настолько скручена как будто это целая ниточка а не ниточка из двух частей так вот я пододвигаю потому что она укорачивается возможно вот такие вот перегибы это значит уже все как бы что мы делаем дальше так это короткая ниточка здесь у не меньшее количество скручиваний что мы делаем дальше возвращаясь у птичку чтобы показать вам так снимаем аккуратно эту петельку и даем возможность закрутиться этому краю даем возможность закрутиться этому краю затем мы соединяем два кончика два кончика воздухе прям соединяем очень длинная вот эта скрученная часть начнет вот так вот же скручиваться так как у меня короткая нам очень быстро скрутилась не переживаем а распрямляем все это дело очень тщательно вот можно походу еще помогать скручивать этот шнурочек руками или помогать ему скручиваться в нужном вам направлении так вот здесь видим аккуратненько здесь вот пошла опять пошел узелок распрямляем не боимся и скручиваем опять в нужном вам направлении вот таких хвостиков не оставляем у вас все должно быть так скажем идеально ровно иначе в плетении потом будут слишком широкие петли либо торчать что-то будет в общем не получится так вот здесь петля мы можем спокойно так помочь и прокрутиться так вот все первый шнур у нас готов можно вот это как-то закрепить прищепочка потому что если у вас будет большое количество шнуров пока вы одни скрепите могут эти раскрутиться если вы их сделали слабо это можно закрепить кончик вот один шнур есть и давайте его просто визуально сравним с тем что я сделала так быстренько на скорую руку видите какой этот рыхлый абсолютно одинаковые нити и у того и того но вот это очень рыхлый который развалится пока вы будете плести он будет очень слабый а вот это очень плотный и плетение получится хорошим плотным поэтому визуально вы будете видеть насколько хорошо вы стянули скрутили ниточку ну и увидимся в следующем части этого видео где сделаем определенное количество таких вот шнур очков нужно нам длины сравнив зеленым они у вас должны быть примерно одинаковые да не прям больше или меньше и снова показываю расхлябанный так скажем шнурок вот это этот шнур хуже чем вот эти два эти сплетены лучше плетение будет крепче поэтому вот такого чтобы слабенького у вас такого не было такое плетение намного лучше ну на этом мы завершим